Традиционно на телеканале Бессарабия ТВ обзор итогов чрезвычайных и криминальных событий с 11 по 28 июля. Контрабанда, наркотики, пожары. Пограничники, полицейские спасатели всегда в курсе событий и стоят на страже закона. По факту бездействия полицейских в Затоке проведут служебное расследование. 12 июля пограничники отдела Ткаченкова Котовского отряда совместно с сотрудниками нацполиции обнаружили плантацию, где незаконно выращивали мак. Измаильские пограничники разоблачили очередную партию фальсифицированных коньяка из спирта. 28 июля страшная трагедия произошла в столице Придунавья. Погиб ребенок. Об этом не только. Смотрите далее. На Одессине снова поймали взяточников. 11 июля следователи прокуратуры области совместно с сотрудниками управления СБУ задержали старшего инспектора таможенного поста Белгороднестровский и инспектора пограничной службы. Установлено, что они требовали и получили от гражданина 2500 гривен за беспрепятственное прохождение таможенного контроля. Злоумышленникам сообщили о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области. В Одессе произошла трагедия. Погибли люди. 9 июля около 7 часов утра в службу спасения сообщили о возгорании в жилом доме по улице Троицкая, 18. По оказанному адресу направили два отделения пожарных. Они открыли входную дверь квартиры, в которой горел огонь, и начали тушить пламя. Одновременно с этим провели операцию по эвакуации жителей. Складность пожарной заключалась в том, что в замкнутом объеме была сильная концентрация задымления. В ланце газо-демозахисной службы пришлось працювать в аппаратах на стеснутом воздухе и прекратить распространение огня по житловым квартирам домика. К сожалению, на месте происшествия обнаружили тела двух людей и их личность уже установили. Ими оказались пенсионеры 78 и 90 лет. Кроме этого, известно, что женщина была инвалидом второй группы. Причины возгорания устанавливаются. Люди пользовались свечками, ліхтарями и на вечный час могли оставить свечку непогашеную, что могло призвести до пожежи. Также мы рассматриваем причину как необережное поводжение вогнем в час курения, потому что господар, граждан Литвинов, которому было 78 лет, курил. Не включается третья причина – на умисный подпал. Но этим будут заниматься следственные органы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 12 июля пограничники отдела Ткаченкова Котовского отряда совместно с сотрудниками нацполиции обнаружили плантацию, где незаконно выращивали мак. Информацию о возможном месте выращивания насаждений получили оперативные сотрудники Госпогранслужбы. Они сразу организовали взаимодействие с полицейскими. Как результат, правоохранители обнаружили и изъяли растение мака общим количеством более 200 кустов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 11 июля в поселке Захаровка, в прошлом Фрунзовка, произошло трагическое событие. Как сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сообщение об аварии поступило от дежурного диспетчера скорой помощи. На улице Советской перевернулся комбайн. Водитель которого не справился с управлением, съехал с моста и перевернулся. Впоследствии этого комбайнер и его помощник погибли под многотонной сельскохозяйственной техникой. Спасатели с использованием троса с помощью автомобиля и автокрана подняли комбайн и изъяли умерших с раздавленной кабины. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Одесской области произошла ужасная авария. Есть пострадавшие. 14 июля в начале 10 утра службу спасения сообщили о том, что на 17-м километре трассы Одесса-Рени произошло ДТП. Там одновременно столкнулись два легковых авто – «Шевроле» и «Опель» и рейсовый автобус, который двигался по маршруту Одесса-Беляевка. В результате аварии он съехал кювет и перевернулся на бок. В искореженных автомобилей «Опель» зажало водителя и пассажира. Уже через 18 минут на место происшествия прибыли спасатели, которые с помощью специального инструмента смогли добраться до пострадавших и передать их врачам скорой помощи. Всего каретами скорой помощи в медицинские учреждения Беляевского района и города Одессы были доставлены 14 человек. 8 человек в Беляевскую районную больницу, 4 человека в первую Одесскую городскую больницу и 2 человека в Одесскую областную больницу. Причина дорожно-травственного происшествия на месте устанавливает следственно-оперативная группа Национальной полиции Украины. Масштабное ДТП в Белгороднестровском районе. Один человек погиб, 10 пострадали. Авария произошла на трассе Одесса-Татарбунары. По информации пресс-центра Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 14 июля около 8 часов вечера две машины «Жигули» и «Мерседес Вита» не разминулись на дороге около села Беленькое. Как сообщили в Белгороднестровском отделе полиции, установлено, что водитель ВАЗа выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с микроавтобусом. За рулем легковушки был 41-летний мужчина. Он скончался на месте. Чтобы достать его тело из искореженной машины, пришлось вызывать спасателей. Четверых его пассажиров госпитализировали. Водителя «Мерседес» и пять его спутников с телесными повреждениями различной степени тяжести доставили в Шапскую больницу. У Одессита нашли целый арсенал оружия. Об этом рассказали в областной прокуратуре. В одном из домов Южной Пальмиры на улице Академика Глушко правоохранители в рамках расследования тяжелого преступления провели обыск, во время которого они нашли большое количество огнестрельного и холодного оружия. Следствие продолжается. Обнаружено и изъято автомат Калашникова АК-74У РПГ-22 в снаряженном состоянии 2500 патронов калибра 5,45, карабин САЙГА-410, два охотничьих ножа, обрез охотничьего карабина. По данному факту возбуждено открытое уголовное производство по признакам части 1 статьи 263 УК Украины. Гражданину, у которого изъят данный арсенал, грозит санкция статьи до 7 лет лишения свободы. В настоящее время проводится проверка канала поступления данного оружия, а также проверяется оружие на причастность к совершенным преступлениям на территории региона. В столице Придунавья поймали подозреваемого в стрельбе в киевском кафе. Об этом сообщают у Нюанса с ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева. Как стало известно, в ходе оперативно-рассыскных мероприятий полицейские выяснили, что преступник скрывался в Измаиле. Не исключено, что мужчина намеревался покинуть страну. Оперативники содержали подозреваемого и доставили его в столицу. Им оказался 51-летний неоднократно судимый за тяжкие преступления киевлянин. Как говорится в сообщении, 7 июля в одно из киевских кафе зашли трое неизвестных и направились к 40-летнему посетителю. Между ними возникла драка, в результате которой последний получил огнестрельное ранение. Пострадавший находится в тяжелом состоянии. Пограничники белгородистровского отряда поймали иностранца, которого разыскивал Интерпол. В пункте пропуска Староказачья стражи Кордона остановили гражданина Молдовы, который на автомобиле марки «Фольксваген» ехал в сторону Одессы. При проверке документов на него сработала база данных Интерпола. Выяснилось, что за совершенные разбой его объявили в международный розыск правоохранительные органы Австрии. Кроме этого, иностранец заметно нервничал, и пограничники решили повторно провести досмотр вещей. Уже при помощи служебной собаки Ричи. В результате в его портмоне в пакете из фольги обнаружили серо-зеленое вещество, похожее на марихуану. Об этом сообщили в пресс-службе белгородистровского пограничного отряда. В Бессарабии нашли еще одну наркоплантацию. Сотрудники белгородистровского отдела полиции получили оперативную информацию о том, что жительница района у себя на огороде выращивала мак. Стражи закона решили проверить полученные сведения. И как выяснилось, не зря. На огороде 68-летней пенсионерки из села Выпасное, которая ранее уже попадала в поле зрения правоохранителей, они обнаружили 105 кустов снотворного мака. В ходе проведения обыска растения изъяли и направили на экспертизу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. В Одессе произошла масштабная авария. 19 июля на проспекте Шевченко возле обладминистрации водитель иномарки Ниссан совершил выезд на перекресток, двигаясь на красный сигнал светофора. Он протаранил мотоцикл и два автомобиля Тойота. Госпитализировали пять человек. Виновник ДТП не имел при себе прав и пытался убежать. Но другие водители, которые были свидетелями происшествия, заблокировали его машину. По некоторым данным, среди пострадавших, жена народного артиста Украины, участника комик-группы «Маски» Бориса Барского, которая находилась в одной из машин марки Тойота. Еще одна ужасная авария произошла на трассе Одесса-Рени. 19 июля в районе села Монаши столкнулись несколько фор, легковожек и автобус. Об этом сообщают корреспонденты интернет-издания «Бессарабия.Информ» и «Думская» со ссылкой на сотрудников полиции и очевидцев. По их данным, участниками ДТП стали три грузовых автомобиля, две легковушки и два микроавтобуса, один из которых следовал по маршруту «Измаил-Одесса». На данный момент известно об одном погибшем. Несколько человек получили травмы. Среди пассажиров рейсового автобуса пострадавших нет. Возможной причиной происшествия называют задымление проезжей части в результате пожара на придорожной территории. В столице Придунаве очередное массовое отравление. В инфекционную больницу обратилось более 30 человек. Как сообщают корреспонденты ТРТ-издания «Бессарабия.Информ» со ссылкой на главного санитарного врача города Татьяну Пинг, первые больные начали поступать 19 июля. Все они связывают свое состояние с употреблением шаурмы, купленной в одном из киосков фастфуда «Измаила». Туда направились сотрудники санэпидемстанции, которые обследовали условия приготовления блюд и персонал. В ходе проверки выявили массовые нарушения санитарно-гигиенических и противоэпидемических режимов. Сейчас проводятся лабораторные исследования, которые позволят дать более точную информацию о диагнозе больных. Погранщики белго-ранистровского отряда поймали двух преступников, находившихся в розыске. 19 июля в международном пути пропуска «Маяки» при оформлении легковушки «Мерседес», ехавшей из Кишинева в Одессу, на водителя сработала база данных «Интерпола». Оказалось, что 26-летний гражданин Молдовы по подозрению в совершении кражи разыскивается правоохранителями Румынии. А в пункте пропуска Кучерган, проверяя документы украинца, который шел пешком в Молдову, стражи кордона выяснили, что его уже больше месяца ищут полицейские нашей страны по подозрению в мошенничестве. Оба их задержали и передали компетентным органам, сообщили в Госпогранслужбе. Измаильские пограничники разоблачили очередную партию фальсифицированного коньяка и спирта. Используя возможности одной из логистической компаний, дельцы прокручивали сделки в контролируемых пограничных районах и в тыловых областях Украины. Об этом сообщили работникам Белгороднестровской налоговой инспекции. 20 июля совместно, следовательно, оперативная группа провела несколько обысков. Представительстве логистической компании в Рени и двух частных домовладениях. В ходе обысков нашли более 2,5 тонн спирта и 2700 литров фальсифицированного коньяка. Обнаружили и составляющие для его изготовления. Во время следственных действий в одном из домохозяйств дельцы попытались уничтожить фальсификат, чтобы скрыть следы преступления. Следствие продолжается. Полицейский Акермана попался на крупной взятке. 21 июля следователи областной прокуратуры совместно с работниками управления внутренней безопасности поймали инспектора Белгороднестровского отдела на горячем. Оборотень в погонах требовал у бизнесменов в селе Курортной 7,5 тысяч гривен. Взамен обещал не вмешиваться в его предпринимательскую деятельность. Сотрудника полиции задержали. Следствие проверяет версию о том, что он под тем же предлогом регулярно вымогал деньги у владельцев развлекательных заведений. Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры. На Одессине в одном из колодцев обнаружили два трупа. 21 июля полицейским Ивановского района пришлось вызвать на помощь спасателей. В селе Причеповка в колодец упал человек. Уже на месте происшествия выяснилось, что в воде на глубине 12 метров находится два трупа. Оба погибших человека были местными жителями. Используя водолазное снаряжение и веревки, их тела подняли на поверхность. Обстоятельства трагедии предстоит выяснить правоохранителям. Об этом рассказали в региональном управлении государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Спасатели Акермана пришли на помощь человеку, попавшему в неудобную ситуацию. 25 июля медики станции скорой помощи сообщили о том, что на одной из улиц города произошло ЧП. Спустя 10 минут после вызова на место происшествия приехали белгороднестровские спасатели. Оказалось, что Акерманис попытался перелезть через забор и застрял в нем. Освободить мужчину удалось только при помощи гидравлического инструмента. Металлические части решетки разрезали и освободили пострадавшего. Травмерного мужчину доставили в хирургическое отделение Белгороднестровской центральной райбольницы. Измаильским пограничникам дважды пытались дать взятку. События происходили в пункте пропуска табаки. Сперва один молдаванин хотел подкупить стражей кордона. Он ехал на машине марки «Опель» из села Мирное, республики Молдова, Болград. И предложил 400 гривен за то, чтобы его беспрепятственно пропустили через границу, так как он исчерпал все 90 суток разрешенного срока пребывания иностранцем в Украине. Чуть позже гражданка Российской Федерации пыталась подкупить пограничный наряд уже более крупной суммой. Она предлагала 100 долларов США. Дама вместе со своей сестрой ехала на автомобиле ВАЗ российской регистрации из села Керничное в Молдову. Во время паспортного контроля правоохранители установили, что пассажирке запрещено выезжать за пределы страны по решению суда. Поэтому водитель пытался решить вопрос таким образом. На курортах Белгород-Днестровского района незаконно торгуют алкоголем. Таким выводом пришли правоохранители после недавней проверки, которую они провели в Затоке, Сергейке и других прибрежных поселках. Полицейские осмотрели заведения общественного питания, санатории, базы отдыха и возможные места возникновения стихийной торговли. В результате взяли 800 литров вина и 1200 литров пива, которое продавали без разрешительных документов. Общая стоимость товара составляла более 3000 гривен. Предприниматели-нарушители привлекли к административной ответственности. По факту бездействия полицейских Затоки проведут служебное расследование. В некоторых интернет-изданиях появилась информация о непринятии заявлений от потерпевшего и о неправомерных действиях работников отделения полиции курортного поселка. Как сообщили в Главном управлении Носполиции в Одесской области, в ближайшее время создадут рабочую группу по расследованию этих видеоматериалов. По данному факту назначено служебное расследование. О его результатах и принятых мерах общественности сообщат дополнительно. Эта история могла бы иметь счастливый финал, если бы в дело не вмешалась бутылка водки. В Коминтерновском районе произошло страшное убийство. Подробности смотрите в сюжете. Сотрудники Коминтерновского отделения полиции задержали мужчину, который до смерти забил свою знакомую. Бесчувственную потерпевшую нашла сестра, которая сразу вызвала врачей. Однако во время оказания помощи женщина скончалась. До черговой частини пришло поведомление в Коминтерновском районе лекарни про то, что до лекарни доставлена женщина с честными травмами тулуба и головы. Данная женщина не приходит с детьми, померла. В результате проведения первочерковых заходов было затримано ранее судимого человека веками более 30-ти лет, который при допитке объяснил, что он с висшевказанной женщиной распилил спидные напои. В результате распилил спидных напоев между мужчиной и женщиной выникли сварки. Під час сварок человек десь причинил женщине честное телесное ушкоджение, после чего скрився из местного злочиня. Проседниками Коминтерного отделка полиции было затримано данным человеком в порядке статтей 208. Полицейские установили, что накануне трагедии женщина у себя дома распивала спиртные напитки с двумя мужчинами. Когда алкоголь закончился, один из гостей ушел за добавкой, а когда вернулся, хозяйка ждала его уже одна. Подозреваемый признался в избиении потерпевшей и рассказал свою версию конфликта. По данному факту начали досудебное расследование. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет. Преступник понесет заслуженное наказание. Остаток жизни проведет за решеткой. Как сообщает в пресс-центре областной прокуратуры, 55-летнего жителя села Червоная Тарутинского района признали виновным в совершении разратных действий в отношении 6-летней девочки и ее умышленном убийстве с целью сокрытия преступления. Суд приговорил мужчину к пожизненному лишению свободы. Стоит отметить, что государственные обвинения поддерживали сотрудники Белгороднестровской местной прокуратуры. Смерть на дороге. С 26 на 27 июля половине первой ночи страшная авария произошла в Измаиле на улице Папанина. Там сбили двух пешеходов. Как стало известно, водитель скрылся с места происшествия. В результате полученных травм 46-летняя женщина погибла, а ее спутника в тяжелом состоянии доставили в центральную больницу. Через некоторое время сотрудникам измаильской полиции удалось установить виновника ДТП. Им оказался 24-летний житель города. На данный момент проводят ряд экспертиз, после которых станет известно, был парень в состоянии алкогольного опьянения на момент совершения преступления или нет. Об этом сообщают корреспонденты интернет-издания Бессарабия Информ. Страшная трагедия произошла в столице Придунавья. Погиб ребенок. Измаиле по улице Ивана Франко насмерть сбили двухлетнего мальчика. Об этом сообщают корреспонденты интернет-издания Бессарабия Информ. По имеющейся у них информации, малыш гулял во дворе вместе с мамой. Когда женщина отвлеклась, он выбежал на проезжую часть. В этот момент со двора выезжал автомобиль «Вольцваген». Очевидцы происшествия утверждают, что когда машина начала трогаться, ребенок был со стороны водителя. Мама мальчика это увидела и начала кричать. Автомобилист отвлекся на ее крик и не заметил на дороге малыша, совершил на него наезд. От полученных травм ребенок скончался на месте. В Белгороднестровском районе на пожаре пострадал человек. 27 июля около половины пятого дня в службу спасения сообщили о возгорании в селе Староказачье. Один из жилых домов охватил огонь. Полностью погасить пламя удалось лишь через два с половиной часа. К сожалению, на месте происшествия пострадала хозяйка. С диагнозом ожоги рук и ног женщину доставили в больницу. Медики оценивают состояние ее здоровья как средней тяжести. В настоящее время эксперты выясняют причину возгорания. Черная смерть снова появилась в Одесской области. Специалисты зафиксировали еще одну вспышку африканской чумы свиней. Об этом сообщили в госслужбе по вопросам безопасности продуктов и защиты потребителей. В хозяйстве одного из жителей Саврани зарегистрировали гибель животных. По предварительным данным, всего в поселке их содержится около двух тысяч. Уже утвердили план действий по ликвидации последствий заболевания. Определили зоны защиты и надзора. В настоящее время проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя эпидемии. В ведомстве подчеркнули, что с начала 2016 года уже зарегистрировали три случая появления африканской чумы свиней в Одесской области. Вот такими были чрезвычайные криминальные события последних недель. С вами была Татьяна Карпенко. Увидимся скоро на телеканале Бессарабия ТВ. Всего вам доброго и берегите себя. Субтитры подогнал «Симон»!